ну что квадрик готов вот такой аппарат ребят всем привет ну что меня Николай позвал с собой насичника съездить порыбачить на щуку квадрик наверное громко работает может меня не слышно будет, но должно слышно быть сейчас отправляемся на квадроциклах в сторону Балакина где есть коряжник за щукой как по месту приедем я уже там включусь а я вам желаю приятного просмотра оставайтесь с нами хорошая дорога закончилась осталась лесная дорога вот такие дороги есть в лесах сейчас вот видите какой слон ребят на машине здесь не проехать что отправляемся дальше чем мы едем у нас люди ка друга ребят здесь просто вообще а а а а а Смотрите, ребят, крин какой. Колянка исправится. Почти 90 градусов. Квадрик был. Что там дальше? Так себе. Ну что, ребят, едем дальше. Ребят, смотрите, какая жопа здесь вообще трасса. Вот это грязь здесь. Иду вперед, чтобы подчинять, какая дорога, через что нам ехать приходится. О, Колян штурмует там. О, наполнил. О, бузер. Какие глубокие уже. Так что, ребят, если кто будет спрашивать, на машине можно на пузотерке доехать? Сразу скажу нет. Очень трудно. Что там дальше более-менее нормально? Пойдет? Ладно, едем дальше. Так, что у нас пока дорогой закончилось? Смотрите, какой брод. Вообще. Вот такая дорога, ребят, здесь я. Вот там вот, надо будет заезжать. Красавчик. Ладно, я пошел. Опа. Почти по колено, ребят. Оп. Да. Я не знаю, камера передает вам, нет? На пузотерке точно не проявите. Три братца акробатца. Красноголовики растут, ребят, у нас здесь. Еще вон грибы. Ну и вся вот такая вот дорога, видите, здесь. Видите, какой склон. Ну и наше озеро. Наконец-то мы, ребят, добрались. Там, где обитает хищник. Ну и будем надеяться, что сегодня нам повезет. Вот такой импровизированный здесь. Вместо отдыха можно перекусить, отдохнуть. Если с дороги проголодались, допустим, да? Так, проходим. Ну все, ребят. Если вы видите, мягковато. Заходить надо было, наверное. Но, мы в поводниках, нам не страшно. День тепло. День теплый, скорее всего. Точнее сказать. Ветер обдувает, хорошо так. Ну что, будем доставать с вами спиннинги и пытаться поймать хищника на все приманки, которые у меня есть. Будем всяко пробовать. Как-то так. Будем надеяться, что от рыбы-то без рыбы не уедем. Хотя бы пару шнурков-то поймаем. Ну все, ребят. Иду доставать спиннинги и вам показывать. А что из этого получится, поймаем, не поймаем, вы узнаете в ролике. Ой, солнышко, ребят, печет, конечно. 32 градуса у нас сейчас. Пока доехали, сейчас потели. Тоже немножко грязные, тоже брызги летели. 32 градуса, офигеть, жары. А ну в штанах, болотненько. Ну что, птичник просто так не сдается. Будем надеяться, что такую жару он проклюнется у нас. Ладно, теперь точно идем за удочками. Так, ребят, ну что вот. У меня вот есть такая жгалмарцевская, правда, все. Ну вот такая вот есть рыбка. Есть всякие вертушки, большие, маленькие, не зацепы, рыбки есть, да. Сарик Пресс заказал вот такую рыбку. Вот она. Хочу испробовать ее. В том году заказал, так, еще ни разу не испробовал. Хочу попробовать ее. Маленькие вертушки, одна резинка, ну, пару вертушек. Ну, короче, не богат, но что есть. Спинник Виктори 2.10. Ну и тест у нас, по-моему, от 5 до 25. Если не ошибаюсь, ребят. 5.25, да, вы видите. Карбоновая. Нить 0.8. Ну и поводочек железненький. Вот как-то так. Есть, уже приготовился. Ножницы тоже взяла доставать щуку. Если что. Ну все, отправляемся. Сейчас посмотрим, как будет. Щука, мощи вообще не будет. Так просто приехали отдохнуть. Но все же не дома. Ладно, ребята, собирай спинник, идем кидать. Посмотрим, портан он на нашей стороне или нет. Так, Колян мне еще вон дал поплеров. Все, хотел купить поплеров тоже. Потому что здесь он говорит, что не глубоко заглубляйки. типа вот таких воблеров не понадобится. То, что здесь мелковато. Ну и дал мне два поппера зеленого, желуденького. Вот. Ну что, ребята, снашку я уже сделал. Поводочек железный и такая двойная вертуша с каплями. Как-то так. Ну все. Небольшой перекур и идем смело кидать. Первая вертушка у меня, ребят, будет. Потом оранжевая, может, вертушка. Ну и совсем тишина будет. Ужарением попров попробуем их покидать. Ну что, ребят. Так, пойдем туда, наверное, пойдем подальше. Где-нибудь покидаем. Оп. Оп-оп, нюх. Ох-ох-ох. Еще вернемся, ребята, поппером. Попперов там асаева пока. Старая водка, валяется. Вся-то уже, видимо, ненужная. Так, ну что. Здесь, видите, мелковато. Водичка, видно. Буду надеяться, что вертушка далеко. Моя спинник отрабатывает. Все представляет из первого заброса щука. Это будет фантастика просто. Такого же не бывает. отлично вертушка себя показывает. Ну, не плохо летит, ребят, не плохо. С такой нитечкой нормально. Вон, кальян идет среди, где. Переходит на другую сторону, видите, здесь не совсем глубоко. Поэтому по траве идет вон на ту сторону, ребят. видите, где он идет. Ну, а у нас план какой? Я сейчас пойду на то же место, где был, возьму два поппера, который календар, и пойду навстречу ему, только с другой стороны пруда. и тем самым мы обрывачиваем весь пруд за час-два, наверное. Потому что здесь мель, если вам видно, камера передает полностью трава. Вертушка тоже просто цепляется сразу за траву. Ладно, идем туда, идем навстречу к нему. Да, ребят, сюда пришел есть уже мель. Сейчас по-разкину, посмотрим здесь. Будет его отцепляться, нет? Там он цепляется. засасывает еще. Ой, блин, как-то это поудобнее, да? Вот. На корягу стал. Может, здесь чуть-чуть погу уже будет. А, сразу же с траву, ребят. В крангах вода сильно засыпала. Здесь больше воды было. одна мель осталась. На, какие-то поверхностные лягушки есть. Типа лягушек, поплеров, наверное. Видите, ребят, мель здесь такая с этим. Полностью мель. Здесь не вариант кидать. Колян переходит потихонечку, пока на тот берег. А? да, 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 и говорю, что у меня такой же план навстречу идти с другой стороны. Откидывать. вода вода выкидает. Ладно, ребят, по другой стороне к нему навстречу. Тем самым мы здесь озеро за час, за два обкидаем. так, ребят, ну что, помните, я вам мастик показывал. Все, дошел я до него на другой стороне труда катаются некоторые. Видите, как здесь? А вот дальше идет глубоко, вот здесь участки есть. вот там вот есть. В принципе, здесь, ребят, уже покидать можно в местах. Видите, взялся бы поппера еще дополнительно. Так, сейчас главное это все распутать. Аккуратненько. Поппера положу пока сюда, ребят. будем на вертухан ловить. Я вижу здесь вот проем вот туда. Опа! И потихонечку, потихонечку вперед пойдем с вами. Где будут такие колодцы протеки без травы буду откидывать. Ах, траву успел, когда начал вытаскивать. Ну, без этого никак. вот так. Ну, здесь кто-нибудь сделает у нас в конце озера. С самого в начале. Так, что, зашел сюда? Успешно все распутал. Посмотрим здесь, здесь она должна щука быть, ребят. пробуем на попер. Ловить. так, что, друзья, мне удалось пошли по колену зайти в воду. При этом есть шанс покидать подальше. Можем вот здесь обкидать. Колян тоже подальше в воду заходит. Потому что мелковато здесь везде, ребят. Везде мелковато. ладно, пробуем на попер. Дальше. Ну, что, ребят, у нас уже закат. Уже потихоньку вечереет. У нас время уже полдевятого. Собираемся домой. С Коляном. Колян по ту сторону вот так вот все обошел. А я его с той стороны вот так вот все шел. Весь пруд обкидывали. Колян даже по пояс заходил в воду, кидал. Ни одного тычка вообще нету. Ни ударщика, ни одного. То ли погода такая, жара, не хочет брать. То ли вода слишком упала. И мель где-нибудь в траве стоит, наверное. мясучка где-то здесь должна быть, Вон утята поплыли, ребят, смотрите, вам видно будет, не видно. Ну-ка, где они там. Покажу вам. Блин, утята, утята. Вон не плодит. Ну, я как говорю, собираемся домой. Конечно, с нулем, но зато отдохнули хорошо. Время провели. Все же не дома, а на природе. Новые места разведали. Ну, по крайней мере, для себя новое место разведал. И ни разу не было. Интересно было, любопытно. Удя, Колян, как? Довольны рыбалочкой? Я довольный. Довольный? Ничего не понимал. Я довольный, что я на природе. Да, да, да. Луча радуются. Лето. Чем дому собираются. Да, я же был уже, время полудевятого уже. Полудетого? Да. Рвать когти. не стемнело. Нам еще из леса вырваться надо, по такой трассе. У нас три этапа. Надо пройти. Чтобы из леса вырос. Три дороги вот таких страшных, которые я вам показывала заездами, да. Надо пока не стемнело выбраться через леса. А там уже, как с Балакина уже поедем. Там уже более-менее дорога нормальная. но надеюсь, что следующая рыбалочка будет оправдана. Можно карпика съездим еще куда-нибудь на леса. Ну, а я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал, пишите свои комментарии, как вам такой отдых. Пускай с нулем, зато хорошо время провели, ребят. Всем пока. Видите, ребят, все что нам проезжать надо будет. Вот через такой овраг. Еще скон такой резкий вниз. Зато starter Продолжение следует...